всем добрый день с первым днем весны всех по календарю весна еще настала на улице пока еще нет ну правда у кого как значит ну что начинаем что касаемо сегодняшнего дня не могу сказать что день очень интересно новости в принципе есть но фьючерсы как обычно у нас традиционно сейчас нету плюс 32 импульса никакого такая же ситуация идет у нас на по основным индексом европейским и азиатским вроде бы есть движение единственное сегодня очень хорошо падал китай минус 292 пункта это минус 135 процента по индексу хэнк сэнк довольно-таки серьезное падение также новость была о том что китай очень серьезно сокращает долларовые резервы но несмотря на это индекс по самому доллару у нас идет в рост кто вчера наблюдал за золотом сразу я специально поставил себе отдельный чарт это аурли то есть это часовой график то есть видно как вчера у нас после некоторых новостей очень серьезно падал золото это говорит о том что индекс по не соотношение пары евро доллар а именно индекс по доллару был как раз но в наоборот в противоположном направлении то есть довольно таки неплохо он рос вверх и говорит о том что все таки доллар у нас восстанавливается то есть европейской валютой сейчас пока не ладно и очень много сейчас крупных частных инвесторов если цельных инвесторов переходит как раз более на доллар доллар печатается не так много евро как вы знаете более 500 миллиардов буквально недавно выделили банком ну и естественно параллельно был одобрен транш греции значит исходя из этих новостей видно что они были ожидаемые по основным индексом ничего толком не происходило немного поигрались валюты ресурсы основные но так в принципе все по-прежнему нефть у нас wta 107 27 за баррель на данный момент практически без движений и сегодня золото продолжает все-таки потихоньку падать то есть 1704 и 5 на данный момент за унцию обратите внимание наверное на статьи золотодобычки не так часто я за ними наблюдаю но вчера они уже довольно таки неплохо себя вели то есть обратите внимание и вчера были движения растянутые свечи практически по всем стакам которые связаны с горнодобывающей деятельностью именно ориентированные на золото то есть вот и ю англо голод движения были очень серьезные думаю что сегодня стоит тоже понаблюдать за данным сектором сами по себе статьи конечно здесь со сквизами но как видели что если здесь приходит объем и неплохое движение то статьи довольно таки придавлено идут очень неплохо двигается вот евгения сбросила нам красным аема bx и ее джи также золото и совершенно верно можно понаблюдать значит что касаемо объема которым мы говорили на конференции которые сейчас постоянно смотрят все за ним наблюдают тоже обязательно его проанализируем обратите внимание действительно объем был очень серьезный сейчас на рынке конец месяца может быть но думаю что все таки есть некоторые новости были некоторые факты и поэтому объем пришел на рынок именно под конец дня но объем пришел обратите внимание сразу же на спай вчера на постмаркете и на клоузе как он неплохо слился то есть что касаемо основных индексов по доу джонсу тоже здесь небольшая коррекция произошла ниже 13000 он закрылся то есть довольно таки неплохие движения у нас есть наверное гэпы уже смотрели сейчас к ним немного позже перейдем к еще о новостях экономик календарь у нас сегодня полон 8 30 были у нас джо блесклеймс и персонал к маутлейс обратите внимание консенсус 355 тысяч актуальная 351 здесь практически без изменений значит персонал инком доход по гражданам ожидали 0 5 процента реальное значение 0 3 немного хуже чем ожидали консумер спендинг ожидали 0 4 и 0 2 тоже немного хуже то есть эта новость более негативно то есть никакие новости они практически в консенсус очень маленькие у них приросты по консенсусу и очень малая разбежность идут с прогнозируемым значением поэтому эти новости на данный момент они в принципе на данный момент уходят более на второй план значит по европе также идет размещение еврооблигации очень крупная тоже есть сейчас новости такие но рынок сейчас интересны отчетов не так уж много куда пойдут именно основные индексы это уже нужно смотреть как по вчерашнему дню то есть обратите внимание вчера тоже первые полчаса практически ничего не происходило не было ни объема ничего и потом как раз был очень классный шорт и как раз в эти моменты сидел в шортах очень неплохо сидел но из-за жадности зашел очень много и как очень много не соответственно к размеру моего дневного лоса меня просто сквизануло сработал автоклоуз позиции очень неплохо пошли и как wdc то есть у меня еще на пробитие 50 цент вот здесь было конечно вот плохо меня выбросил серой тот же у меня шорт был вот этой цифры ну еще там один стак то есть дело в том что тут надо всегда соотносить идея верна все нормально всегда нужно все-таки обращать внимание также на риск менеджмент маны менеджмент и так далее так может уже начинают фиксить профит может быть институционала действительно уже фиксит профит но не думаю на самом деле я ожидал что после отчетов будет коррекция пока еще толком не видно то есть индекс стоит пока на месте происходит так называемое распределение когда именно пойдет шорт пока непонятно то есть видите фьючерс плюс 3 4 то есть он не отрицательный то есть может он постепенно будет скатываться пойдет потом пойдет шорт но очень многие сейчас аналитики говорят что dow jones видят в ближайшие месяцы на 15 тысячах то есть наоборот что рынок будет идти даже разгоняться к следующему отчету трубу начинаться у нас с 15 апреля сейчас у нас до 15 апреля идет межсчетный период полтора месяца у нас есть сейчас нужно больше обращать внимание конечно на акции с корпоративными новостями отдельные и акции которые скажем неплохо ведут себя по дневному чарту сейчас на них основной упор значит нужно так аналитики обманывают но в принципе да то есть очень часто но дело в том что это мнение то есть мнение как ни крути если большинство аналитиков все-таки говорит что будет как-то так то так то и говорит об этом 20 раз люди это такие послушные существа которые через определенное время все-таки подсознательно начинает эту информацию усваивать и начинает делать то что говорят так как человек делает определенные вещи на протяжении 20 дней они входят в привычку аналогично и здесь средства массовой информации работает по одному типу говорят 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 а потом люди это просто делают поэтому все таки к мнением к таким как кто-то сказал что будет стоить там стак такой-то такой-то сейчас 30 будет стоить 40 там через месяц это конечно бред но вот о самом рынке когда уже говорят и говорят много это все-таки народ как-то направляют подготавливает и если масса туда двинется то действительно скорее всего это движение произойдет или же наоборот против этого движения сработает большой капитал так всегда в принципе происходило и думаю что сейчас это не исключение поэтому что нам остается это в принципе наблюдать за этими тенденциями и смотреть что происходит вопрос по золото золото сейчас падает почему потому что бен бернанке сказал что все хорошо был здоровый рост рост был не инфляционный сейчас инфляция в пределах нормы и деньги практически не печатают то есть получается на рынке была покупка то есть покупка говорит о том что все восстанавливается все вроде бы стабильно все хорошо что касаемо по золоту но я не думаю что она будет очень сильно падать думаю что просто за ним нужно наблюдать потому что там может быть волатильность и стаки однозначно будут ходить так что означает буквы в гб сами буквы гб что означает или что значит буквы в гб какие именно пишите ладно я отвечу джеби в стакане не совсем понимаю данном набор на курсы уже открыт напишите мне везде g . трейдинг в мой skype если хотите зарегистрироваться я вам сброшу форму для регистрации значит что касаемо обучение будет новость на данный момент могу сказать что это будет около 24 часов на протяжении месяца будет входить 8 плановых занятий по курсу два совместных трейдинга коллективных и 2 и небольшие конференции для анализа статистики разбора сделок так хорошо пока по поводу грейбакса пишите они совсем понимаю что за вопрос гб в стакане имеется ввиду тут в принципе все ясно тут все можно выбирать так значит что касаемо сегодняшних отчетов не так уж их много вчера после закрытия отчитывалось у нас 11 компаний на те которые прошли по моему фильтру это без наздака то что смотрю именно я так обратите внимание д джи ай можно сразу же среди отчетов выделять есть уже интересно при маркете не так и wc тоже есть постмаркет но такое мнение очень нравится особо без объема интересная дневка в акции mtz кстати на mtz внимание обратите может двигаться так mbi mbi тоже обратите внимание это акция кэшлки иншуранс то финансовая группа очень серьезно раньше кто знает такой стак как и битей не очень неплохо двигаются двигался раньше тоже этот стак так по поводу курса вы всего остального пишите в личку чтобы мы это не делали на брифинге то есть в любом случае об этом еще напомню но лучше пишите мне в личку я сброшу форму и объясню что и как там в принципе у меня все написано значит mbi тоже очень неплохо может двигаться нас так довольно таки объемный в него можно и загрузиться даже неплохо то есть ходит он иногда очень даже неплохо поэтому на него можно обратить внимание далее биди биди обязательно нужно обратить внимание но также посмотрите на то как она торгуется на минутке здесь при при объеме будет очень серьезное движение может быть серьезный спред поэтому биди тоже я наблюдаю но очень аккуратно далее к эрой так эрой дневка интересная есть постмаркет акция немного тонковатая ди эй ар я понял буквы в ленте tpd где-то nasdaq пи это филадельфия сток эксченж это та же арка эти если не ошибаюсь это и дикс у нас идет н это нью-йорк у нас идет и так далее это аббревиатура эсенов так одного вопроса вообще не могу прочитать шрифт так есть какие стаки на примете в принципе я не все сговорю вот если дабы следующее но пока я его себе выписывать не буду много он непонятный так они сети мдр мдр может неплохо двигаться с нефтянкой стак связан индустриальная компания которая обслуживает нефтяные тоже может двигаться параллельно посмотрите есть немного непонятно что происходит лак так из d rl посмотрите на какой гэп акция с нью-хай слетает так вот сиди rl далее gps тоже уже серьезный такой гэп ап идет акция нью-хай 2 гэп подряд уже делать такой серьезный это дело не в размере шрифта я буду предложение писать с капс локом дело в цветах такие цвета что есть какой-то такой оранжевый его еще вижу есть какой-то такой желтый который почти как белый вообще ничего не понимаю что мне надо выделить полностью этот шрифт для того чтобы он я мог его прочитать так gps тоже есть гэп неплохой f а f а и аналогично при маркет уже с объемом кей ар тут есть гэп ап я его выписал но этот стак у меня еще под вопросом и dow jones компонент тут интересная дневка не так давно слетал и вот на возврате к уже возвращается у нас в all-mart ритейлер один из крупных давайте немного посмотрим что у нас по стакам буквально пять минут по одному стаку в не больше по одному стаку можете сбросить хотя нас 100 человек поэтому тоже если по одному и все вместе будет так айтите до дневка согласен можно выписывать дневка выход объема уже можно стак себе ставить csx и подсказка по цене 2100 до совершенно верно согласен csx не помню что за сектор по-моему не уголь это у нас что-то может железной дорогой связан дата road rail rail road железная дорога так тут на днефть уровень не по фьючерсу но факции направленно сюда подошла в лоу закрылась поэтому вполне может быть либо отбой либо пробой тут уже нужно смотреть внутри дня так значит к и с честно сказать здесь не знаю что так джейси пи джейси пи у нас не так давно тоже отчет был сейчас акция прошла 40 долларов движение неплохие неплохие движения у нее так были вчера и точки входа особенно вот 400 отличная просто точка входа посмотрите на более мелком таймфрейме это лучшая ситуация когда акция проходит уровень поддержки меня этого на уровень сопротивления показывает где ставить стоп где заходить очень отличный момент очень классно шорт кто конечно такой момент выждал высидел тот конечно хорошо заработал и самое главное хороший трейд сделал какие трейды нужно делать для того чтобы не оставались в памяти так джейн пиар кстати тоже в лоу нас вчера закрылась так джейн пиаре вчера не сделала то чего ожидали но все-таки шорт был неплохой тоже можно посмотреть так больше акции не сбрасывать и посмотрим какие есть на данный момент ну W7 позавчера у нас был на брифинге на отчете то есть это то что постоянно у нас сейчас происходит вот если по стаку сейчас происходит гэп-даун вы видите что не сильно акцию там хотят сливать дальше вот в первый день и даже немного возвращают смотрите на второй день это технический анализ сегодняшнего рынка то есть он сейчас работает то есть вот такие формации под нефти сейчас работают стак свалился и он закрывается примеров просто немерено просто просмотрите стаки у которых были гэп-даун да они практически все повозвращали их просто немеряное количество все возвращают сейчас закрывают гэп и неважно или на новый лоу упал или снова хай стак упал очень серьезного гэпа возвращает сейчас так все стаки не сбрасывайте так серое уже смотрели айп чай так ну тут в принципе неплохие были движения много на тонковатая мне это кажется но есть не когда довольно таки технически она ходит непонятно что тут конечно нефти просто ее вчера развернули против рынка сильнее рынка на однозначно идет выход объема то есть если рассчитываете на продолжение движения однозначно можно конечно смотреть ее на продолжение так ждя есть уровень так держа это я вел тут это отчет у нас тут жить я это другой стак довольно таки тоже здесь неплохая дневка ждя и смотрите дневка действительно хорошая акция пробой сделал хороший вчера шорт был при том акция поинтами падает так у кс 5800 если эта цена то да можно смотреть может спокойно закрыть вот это падение так тоже техничный в последнее время объем есть можно смотреть так сиди серебро тоже вчера на брифинге было день лонг день шорт вместе с золотишком вчера попадали так и секс тоже отчет был ну тут как видите тут пока непонятно с этим стаком будьте аккуратней ну вот в принципе все пять минут у нас до открытия рынка желательно уже перемещаться в чат писать кто что видит интересное и готовится к открытию то есть небольшой перерывчик и open market всем удачи какой тикер палладий не знаю зачем палладий войну они все будут корреляции ходить все всем хороших сделок заработайте денег сегодня не только сегодня и завтра и послезавтра и так далее все до встречи палладий я не знаю дело в том что горнодобывающая компания не могут все подряд все подряд могут добывать имеется ввиду из драгоценных металлов золото слабость все зарабатывайте деньги на рынке и покупайте золото подождите пока золото правда упадет еще немного и покупайте на 10 лет вперед хорошее сбережение будет но и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...